В Бауманке прошли традиционные академические чтения, которые чаще называют королевскими. Председателем 34-го форума стал соратник Сергея Королева, академик Борис Черток. Ему скоро исполнится 98 лет. Цель встречи он сформулировал, как всегда ясно, космонавтика и сохранение планеты. Задача нашей космонавтики и наших сегодняшних чтений в том, чтобы это уникальное творение природы сохранить для самых близких и для самых далеких потомков. Среди участников форума – Джеско фон Путкамер, ученый из команды Вернера фон Брауна, ныне представитель НАСА. Его поразила книга воспоминаний Бориса Чертока «Ракеты и люди», изданная также и в США. Мы просто влюбились в автора благодаря превосходному языку. Борис Черток просто пушкин космической программы. Участники чтений обсудили прошлое, настоящее и заглянули в будущее. Какой же будет грузоподъемность корабля, который отправится к Марсу? Человеку нужно ежедневно примерно 10 килограмм для того, чтобы прожить. Лететь только к Марсу – это 8,5 месяцев туда, 8,5 месяцев обратно. Еще поработать надо. Представляете, какие объемы нужно для того, чтобы двигаться, осваивать Солнечную систему? Специалисты полагают, достичь Красной планеты можно только с помощью ядерного двигателя. Создать такой межпланетный корабль мечтал Сергей Павлович Королев. Я его слушала и не верила. И когда он увидел, что я смотрю на это недоверчиво, он мне сказал, вот ты не веришь, а это будет и будет при нашей жизни. Стабилизатор может работать как аэродинамический тормоз. Выпускница Бауманки Татьяна Агеева увлечена проектом многоразового космического аппарата для туристов. Для такого аппарата предполагается использовать крыло прямой стреловидности. Стреловидность 45 градусов. Крыло высоко расположено. Туристический корабль для четырех пассажиров. Скорее всего, управление будет полностью автоматизировано. Ракета-план авторы проекта ласково называют «Одуванчик». Полет продлится полчаса. На высоте 100 километров в течение трех минут пассажиры смогут ощутить всю прелесть невесомости. При той схеме аэродинамической, при той двигательной восстановке, мы можем пускать его, не обращаясь к инфраструктуре космодрома. Королевские чтения завершились предложением академика Бориса Чертока на следующую, 35-ю встречу, пригласить в Москву коллег из НАСА и поговорить с ними об истории покорения Луны. Эта тема сегодня вызывает повышенный интерес.